Всем доброе утро! Сегодня 4 ноября. Деревенский завтрак. Нажарила крепли, или я их называю ушки. Намастила капусты с лучком. Капуста, которую в банке солила. Вкусная, хрустящая, видите, белая. И нажарили грибов. Вот такой у нас будет сейчас завтрак. В общем, что Бог послал, как говорится. Приятного всем аппетита! И нам тоже. Так, собираю сумки. Здесь рыба. Она замерзла, замерзла. На веранде лежит. Видите, какой у нас мороз. Застыло все на пол. Так, вот здесь, все это, все здесь мороженое с холодильника. Здесь грибы, ягоды, облепиха. А это что? Там и перец, там и овощи эти мороженые. Тут тоже, уже не знаю, что я тут наложила, короче. Полным-полно. Там и хреновина замороженная. В общем, укроп, зеленушки всякие разные. Кукурузу положила. Говорю, ешьте кукурузу. Так, вот здесь вот капусту положила. Квашеную, с ведра. Вкусная капуста. Здесь мясо. Утки. Сейчас теперь полезу в погреб. Сейчас вот это все позавижу. Все растрепало. Полезу в погреб. Так, надо помидор еще наложить. Они мороженое. На борщ там, не знаю. На суп, на борщ, куда не будет их. Сейчас наложу в мешочек. Так, ну, вылезла с погреба. Картошки. Четыре ведра. Ой, банки не хотят брать. Что-то они не очень любят вот эту всю салонину. Я говорю, ну хоть по баночке. Помидорки. Огурчики. Это салат с перловкой. Это, не знаю, не подписывай. Или аджика. Или икра морковная. Что-то такое. Это с фасолью салат. Грибочки. Это томатная паста. Здесь свеклы набрала. Здесь луку набрала чашку. Там морковка набрала. Так. Еще, наверное, что-то... Что-то еще не положила. Буду думать. Ну, все. Вот. Гостей проводили. С Богом. Поехали. Говорит, чтобы приехать, чтобы пробок не было в городе. Легкой им дороги. Счастливого пути. Внуча моя поехала. Пришла посмотреть, что тут в царайке. Ну, не доели. Что-то тут они мне. Так. Думаю, может, яички есть. Ну, здесь ничего нету. Там в тазике тоже ничего нету. А вот здесь вот сидит курочка. Может быть, снесет яичко. Ну, да, здесь уже прохладненько чувствуется. Травы им набросаю. Пот на пол. У меня же есть тут готовая трава. Накидаю сейчас. Ну, набросала им на центр. Там они сидят. Они там сейчас уйдут оттуда. Сверху. Сюда вот набросала, где они едят. Больше будут здесь ходить. Так, курица спрыгнула. Ну-ка, что здесь такое? Глянем. Два яйца. Снесли. Так, подсыпала им зерна. Сухого. И сейчас воды еще горячей принесу. Они воду прям хорошо пьют. Кастрюльку наливала. Они почти ее выпили. Налила горячей воды им. Ну, подходят. Пьют водичку. Греются. Все. Пошла я. Девчонки, расскажу вам вот про вот эту штучку, да? Думаю, куда же ее ставить? Вот куда? Я ее тут уже вот сюда вот. И так ее причеплю. И так ее причеплю. Не так. Думаю, ну куда? Ну куда-то ж она цепляется. Здесь, думаю, для утюга. Здесь никак нельзя. Здесь... Здесь посмотрю под низом. Ничего нету, чтобы ее там за что-то это прицепить. Говорю, Вове, не знаю. Может, это лишнее что-то? Куда ее цеплять? Я ничего не знаю. Ваня, Ваня пришел. Говорю, Вань. Ну вот такая это. Куда ее цеплять? Это, говорю, мне сказали, что это гладить. Ну, рукава там засовывать, чтобы гладить. Он вот так вот подошел. Вот так вот раз. И туда вот так вот сделал. И все. И вот, наверное, рукав сюда одевай и гладь. Но я деревня. Я и так. Я и сяк. Я и под нее завазила. Думаю, да где она там? К чему она цепляется? Ничего понять не могу. А ну, очень просто. Наконец-то разобрались. Ну, так она вот широкая доска. Только что-то она не очень устойчивая. Может быть, она у меня неровно стоит. Ну, да ладно. Надо ее, наверное, сложить. Что она будет здесь стоять? Вот это у меня старая была. Это я знаю, что для утюга. Думаю, сюда она никак не должна прикрепляться. Вот, видите, век живи, век учись. С дураком помрешь. Не знам же. Сейчас, дружок, сейчас буду кормить. Уже вечер. Здесь приготовила грому. Ну, дружку сейчас маленечко отделю. Сейчас только выносили ему колбаску краковскую, что брали в светофоре. Она оказалась вообще плохая. Вот, кормим собаке, котам. Она такая скользкая. В общем, первый раз такая колбаса нехорошая. И все, она кислая какая-то. Мы не стали ее есть. Вот, режем собачки, котятам. Ешь, ешь. А что он ее проглотил, этот кусочек? Что ел, что не ел. Видите, что? Как вроде он голодный. Он сто лет не голодный. Ай, дружок, мне ж стыдно за тебя. Все, слупил? Нету ничего. Поедем грома сейчас накормим. Ну вот, грома кормлю. Ешь давай, потом воды налью. Я уже что-то много ему даю. Он уже не стал съедать. Да, громчик? Ешь, ешь. Потом водички вынесу тебе. Она горячая, она тепленькая. С дома. Сейчас поест, побегает. Потом в вольер. О, на кольцо. Так, чашка пустая, не лезь сюда. Вот не надо меня царапать. Бегай давай. Где он? Иди сюда. Гром. Айда, гром, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Да мой хороший. Что будешь, дом караулить? Что-то схватил. Что-то схватил в рот, но... Домой приехали. Уже вечер, пол пятого. Холодно на улице. Воробьев. Вот, все лето не было воробьев. А сейчас вот они появились. Так интересно, летом не было воробьев. Я говорю, надо было садить подсолнухи. Я только из-за воробьев не посадила подсолнухи. На тот год надо посадить. Дружок, что опять гавкаешь? Пол пятого. Все, сейчас будем скоро печки уже топить. На улице холодно. Хотя и градусов стало меньше. А ветер какой-то... Нагнало ветер холодный. Вот холодно, просто холодно. Мерзнут руки. Вообще, вот эта яблоня еще не совсем листья опали. Я уже руками ее обрывала, эти листочки. Нельзя же вроде бы, как в зиму, чтобы листья были. Они еще держатся. Гости уехали. Дома я ничего не делаю. Вот так вот надо поперек. Уже думаю, завтра буду мыть, прибирать. Сегодня уже, ладно, пусть доедут. Чтоб все было нормально. Все обождет. Дела все обождут. В обратную сторону. Видите, как хорошо отлетает. Вот так вот. Внуча не хотела уезжать. Баба говорит, у тебя хорошо. Я говорю, да как в школу ходить. На лето, говорю, все, на лето баба никого брать не будет. Буду отдыхать. Она говорит, а я все равно приеду. Ей нравится жить в деревне. Вот она не городской житель. Нравится в деревне житель. А что тут в деревне делать? Взрослому тут делать нечего. Работы нет. В школе не знаю, сколько там человек. Может, человек 20. Но берется в нашей школе или нет ребятишек. Совсем мало. Раньше было 10-летка. А сейчас 9 классов. Все. Если кто в 10-й идет, но никто, по-моему, не идет в 10-й. Все едут, поступают. А если кто идет, то снимай квартиру Купина. И учись дальше. В общем, стало, как попало все. И что попало. Так, ну маленько оборвало. Нет, надо идти в дом холодно. Идти на печку топить. Обогреваться. Утепляться. Что-то я застыла. Ну ладно, я с вами буду прощаться. Всем желаю крепкого здоровья. Чтобы никто не болел. Чтобы всего самого хорошего вам. Дружок, не надо чихать. Соломку вытаскал. Ты сегодня вообще что-то безобразничаешь. Вытащил. Сейчас я ему заложу обратно. Цепью выдернул. Все, прощаемся. Дружок. Пока-пока, скажи. Ну ладно, друзья. Всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели мой ролик. До завтра.